Меня зовут Игнатов Олег, я руководитель клуба «Девятый Испанский легион». Олег, что сейчас на мне? На вас типичный доспех римского легионера второй половины первого века н.э., первой половины второго века н.э. Это всем вам хорошо известная по фильмам, достаточно стереотипичный доспех, который называется лорикосегментата, и шлем имперского гальского типа, именно такого легионера вы, скорее всего, видите в кино и на иллюстрациях, в книжках. Шлем я сниму, чтобы поподробнее о нем рассказать. И в артах. Как называется? Имперский гальский. Гальский, потому что у него вот такие вот брови. Считается, что это от гальской традиции до завоевания Цезаря. Гальские шлемы с такими более простыми бровями. И считается, что выходцы с территории Галии, когда переориентировались после завоевания на римскую армию, этот элемент декора внесли в римские шлемы. А вот это что за полоска? Это козырек, который от ударов колющих, потому что основные удары колющие, копьем реже клинковым оружием, и человек, когда в стойке, это проще мне показать на себе, если прям вам так интересно. Попасть надо. Когда человек в шлеме со щитом и в стойке, то его защищает шлем, щит, да, в полной мере. И поскольку основные удары были все-таки в лицо, это в нашей современной реальности, мы в лицо не бьем, потому что мы не травмируем человека, у нас задача другая. В древности, если человек вступал в бой, его задача была нанести максимальный урон противнику, поэтому лицо было одной из самых основных поражаемых частей тела. Поэтому, когда человек стоит вот так вот за щитом, попасть в него достаточно сложно. И когда ему летит в лицо, самое простое, это опустить... Ага, и, соответственно, клинок попадает вот сюда. Да, и клинок, если успел, я его увидел и успел убрать глаза, попадая в шлем, он не соскальзывает дальше мне на лицо и на шею сюда. Он упирается и соскальзывает куда-то в другую часть тела. Просто если взять шлем без вот этого козырька, любое попадание в шлем, оно уйдет дальше, да. А козырек это предотвращает. Так, со шлемом понятно. Еще одно отличие от последующих, это... Защита шеи. Я вижу, у многих есть прям совсем большие... Это разные периоды. Более ранние шлемы, у них защита шеи выше на уровне линии бровей. И маленькая. Дальше она начинает развиваться все больше, и со временем она опускается ниже, и угол у нее. Это, скорее всего, стойка от низкой, когда человек вот так стоит, он ложится на плечи, до более высокой, когда вы стоите вот так, вам нужна большая защита шеи, и, соответственно... То есть это изменение тактики? Да, это со временем изменение тактики влияло на изменение снаряжения легионера. Так, насколько был распространен такой тип доспеха? Ну, у нас доходок... Судя по кино, очень сильно. Да, судя по кино, очень сильно. И по пропагандистским, дошедшим до нас, как колонна Трояна, пропагандистское искусство имперское, там все легионеры поголовно одеты в такой доспех. На самом деле, источников о его процентном соотношении ко всем другим нам неизвестен, но в археологии совершенно точно, что во время бытования такого доспеха всегда существовал параллельно кольчужный доспех и чешуйчатый, который здесь у нас представлен на некоторых людях, но на данной стойке его нету. То есть он никогда не был единственным, это совершенно точно, а вот насколько он был превалирующим или нет, но с определенного периода, 70-х годов первого века нашей эры и до середины второго, находок его элементов довольно много. То есть какой-то период истории он занимал достаточно значительную часть в римской армии.